Развитие художественных стилей в Европе не было последовательным. В разных странах в одно и то же время художники создавали свои произведения, не стремясь придерживаться какого-то одного стилевого решения. Поэтому уже в 16 веке рядом с классицизмом стал появляться другой художественный стиль – барокко. Это слово в переводе с итальянского означает «причудливый». Действительно, основными чертами нового стиля стали парадность, торжественность, пышность и жизнеутверждающий характер. Нетрудно заметить, что многие из этих черт появились еще в эпоху Возрождения, но XVI век переосмыслил их и превратил в собственное ни с чем не сравнимое великолепие. Своим рождением барокко обязана контрреформации. Новый стиль был призван прославлять могущество власти, знати и церкви. Чем же барокко привлекало верующих? Конечно же, красотой и необычной роскошью, которая отличала искусство, выпистыванное католицизмом, от скучных и назидательных произведений протестантского искусства. Художники и скульпторы, работавшие в этом стиле, стремились к совмещению реальности и фантазии, смелым контрастам масштабов, игре света, цвета и тени. В их произведениях происходил синтез архитектуры, скульптуры, живописи и декоративного искусства. Именно в этом стиле впервые появились и получили огромное распространение, причудливые криволинейные формы, богатый скульптурный декор, связь произведений искусства с окружающим пространством. Казалось, что все эти изысканно украшенные художественные творения слишком хороши, чтобы быть реальными. Однако даже в этой чрезмерной пышности и великолепии художники смогли выразить глубокую философскую идею о сложности мироздания, безграничности и многообразии мира, его изменчивости. Человек в искусстве барокко воспринимался как часть этого огромного и прекрасного мира, как сложная и неоднозначная личность, переживающая драматические конфликты. Самым ярким архитектурным творением эпохи барокко, несомненно, является собор Святого Петра в Риме. Его строительство началось еще в конце XVI века, однако полностью собор был завершен лишь в середине XVII столетия выдающимся архитектором Лоренцо Бернини. Этот незаурядный художник, происходивший из семьи известного скульптора, работавшего в Неаполе, всю свою жизнь провел в Риме, перестраивая и украшая вечный город. Именно Бернини придумал и воплотил в жизнь огромный комплекс собора с прилегающей к нему площадью, украсил их множеством скульптур, фонтанов, рельефов. О себе художник говорил «Я победил мрамор и сделал его мягким, как воск», и этим смог до известной степени объединить скульптуру с живописью. В течение XVII и XVIII столетий стиль барокко распространился по всей Европе. Архитектурные ансамбли, построенные в барочных традициях, стали подлинным украшением многих стран. Таков Петергоф близ Санкт-Петербурга, дворцы Цвингер в Дрездене и Сан-Суси в Потсдаме. Но барокко оставило свой след не только в архитектуре, но и в живописи. Крупнейшим представителем этого художественного направления был великий фламандский художник Питер Пауль Рубенс. Долгие годы он был придворным живописцем правительницы Фландрии Изабеллы Австрийской. Основным содержанием его творчества было прославление жизни во всех ее формах. Картины Рубенса полны декоративного размаха. Его героями становились люди мифов и священного писания, правители и вельможи. Как правило, Рубенс изображал своих персонажей в стремительном и порывистом движении, широко применял контрасты светотени. У художника не было какого-то одного излюбленного жанра. Он писал и парадные пышные портреты, и монументальные религиозные композиции, и мифологические сцены, и даже бытовые сцены, например, охоту и пейзажи. Но особую славу художнику принесли портреты. Они замечательны не столько глубиной психологических характеристик, сколько особым мастерством в передаче жизненной энергии портретируемого. Рубенс умел воспроизводить в них тончайшие цветовые и фактурные особенности человеческой кожи, позволяя ощутить в ее прозрачности и теплоте биение жизни. К 1615-20 годам Рубенс завоевал широкую известность и признание. У живописца не было отбоя от заказчиков. В его мастерской в Антверпене постоянно трудились его ученики, многие из которых сами со временем станут выдающимися живописцами – Ван Дейк, Иорденс, Снейдерс и другие. Однако таланты Рубенса не ограничивались живописью. Он был превосходным архитектором и сам создал проект для собственного дома в Антверпене, где располагалась его мастерская и коллекция живописи. Более того, Рубенс был превосходным дипломатом. Зная это, правительница Фландрии поручала ему сложные дипломатические миссии, он ездил в Голландию, Испанию и Англию. Современником и даже отчасти соперником Рубенса был другой выдающийся живописец – испанец Диего Веласкес. Став в 24 года придворным художником испанского короля Филиппа IV, он более 35 лет занимал эту должность. Жизнь при дворе научила Веласкеса проникать в глубины человеческого характера, скрытые под маской высокомерия и холодной любезности, улавливать затаенные движения души. Поэтому его картины так правдивы, независимо от того, изображает ли он реальную сцену или мифологический сюжет. Славу Веласкесу принесли многочисленные портреты короля, его ближайшего окружения, наследников престола инфант и многочисленных придворных. Художнику принадлежит честь создания двух новых жанров – бытового портрета и исторической живописи. Возможно, художник даже не задумывался, что его творчество будет иметь такой результат. Он просто не просил своих персонажей специально позировать ему, а запечатлевал их в обычных повседневных хлопотах, занятых приготовлением к празднику, как, например, на картине Менины, или участвующих в военных переговорах, как на картине «Сдача бреды». Но при этом реальный эпизод жизни двора дает повод Веласкесу показать чувства и мысли правителей, а завершение Испано-Нидерландской войны проникнуть во все сложности взаимоотношений воюющих сторон.